Вертолёты, а тем более с такими гостями, на Уратминской земле принимают нечасто. Пообщаться с главами сельских поселений сюда прилетел временно исполняющий обязанности президента республики Рустам Мениханов. Больше всего лидеры Татарстана интересовал грядущий урожай. Особую актуальность этот вопрос приобрёл после июньской засухи. Но без урожая Нижнекамский район не останется. Всё идёт по плану. 54 комбайна работают сейчас, 69 условных единиц. Настроение нормальное. Погода позволяет, Аллашкар. И планируем к 25 августа, дай Бог, завершить. И хотя плановый перерыв на обед у механизаторов ещё не скоро, ради приезда столь высокого гостя они сделали исключение. Разговор продолжился за столом. Рустам Мениханов пожелал комбайнёрам удачи в работе, а также напомнил, именно от их труда в конечном итоге и зависит весь урожай. Прямиком с полей делегация отправилась в Верхнюю Уротьму. Повод для сельчан не менее значимый. У них появился свой дом культуры. Есть здесь и библиотека, и большой актовый зал. Там уротьминцы могут, не выезжая из села, обучаться музыке, изобразительному искусству, танцам и пению. У меня уже дочка, сыновья там ходят, ходят, дочки уже ходят. А дочка куда ходит? Там библиотеку или на кружок какой-нибудь? На кружок танцевальный. Вообще-то надо было давно уже сделать, когда наше поколение здесь росло. Мы выросли здесь. Мой сын здесь рос, такого ещё не было. Вот ходят маленькие дети. Ну, просто вот ходят. Ну, появился дом культуры. Это же хорошо. То есть дети чем-то занимаются, поют, танцуют. Появляются какие-то возможности у детей. Появился дом культуры благодаря одной из 30 республиканских президентских программ. На его строительство из бюджета Татарстана было выделено 11 миллионов рублей. Как люди ждали и как они радуются, вот это, наверное, самое главное. Когда ты видишь, что не только там что-то построено, а то, что люди радуются. И реально от самого младшего до взрослого они все пришли. И вот здесь, и в Нурлатах. Это самое главное. Александр Акишин, Ренат Харасов. Новости НТР.